всем привет я очень рада приветствовать вас на своем канале меня зовут татьяна калинина и вы в школе астрологии ашвини сегодня мы с вами затронем очень очень важную тему это положение в домах управителя первого дома я понимаю что эта информация достойна целого цикла видео то есть можно снять отдельное видео про положение хозяина первого дома в каждом знаке зодиака в каждом доме гороскопа ну и это кстати уже получается 12 на 12 144 видео но не будем горячиться сегодня я с вами рассмотрю то чего я не встречала нигде больше это трактовки для хозяина первого дома в других домах именно то какие события вызывает период данного положения то есть мы сегодня не будем очень много останавливаться на статике а мы посмотрим именно события в динамике и так спойлер для тех кто еще ни разу не смотрел мои видео для тех кто еще не в курсе дело в том что в астрологии джотиш существуют бимшоттери даша это периоды планет в гороскопе и когда наступает период определенной планеты исполняются обещание этой планеты то есть включается та самая комбинация в которой это планета находится ну например хозяин первого дома в пятом доме и результаты этого положения человек получает в период планеты который и является хозяином первого дома в пятом так вот не будем долго затягивать поехали хозяин первого дома в первом доме безусловно это классная комбинация это повышение уверенности в себе это успехом в обществе яркая личность и какие события это может вызвать это рост в карьере это благоприятная личная жизнь улучшение личной жизни если она была плохой или начало личной жизни если ее не было и безусловно это хорошие результаты в обществе учеба улучшается карьера улучшается и также нужно еще посмотреть какой планеты является этот управитель первого добрая эта планета или злая в зависимости от этого поменяется состояние здоровья человека хозяин первого дома во втором безусловно это говорит о людях которые любят зарабатывать они обычно достаточно искусны в том чтобы зарабатывать деньги и находит кучу много разных способов но когда приходит период управителя первого дома во втором увеличиваются обычно доходы если там он правда не ужасно ужасно расположен человек становится более склонным к перееданию обычно и в этот период происходят какие-то кардинальные перемены в его родительской семье второй дом это дом разлук с родителями поэтому если хозяин первого дома малефик то есть вредитель он может разлучить с родителями но это не всегда что-то страшное это может быть отъезд из родительского дома например на учебу или просто снял квартиру и переехал ну и также может дать например развод родителей хозяин первого дома в третьем это безусловно периоды когда человек становится более предприимчивым он может заняться спортом увлечься каким-то хобби жизнь его становится интереснее потому что в его окружении появляется больше людей он сам становится более склонен к коммуникациям и начинает путешествовать то есть его активность очень сильно вырастает ну и здесь если идет аспект на девятый дом поэтому конечно человек будет интересоваться и путешествиями длительного характера и сам развитием и может даже начать обучение какой-то общий посыл этой комбинации начать заниматься собой своей жизнью приобрести какие-то цели и начать к ним двигаться с большим энтузиазмом дальше хозяин первого дома в четвертом безусловно это говорит о периодах счастья радости каких-то достижений ну только если хозяин первого там не в падении плюс интересный факт обычно в эти периоды человек сильно улучшает место своего проживания покупает квартиру обычно эта квартира куплена на свои деньги то есть это не подаренная не от кого-то там от каких-то родственников обычно это именно достижение человека и также если интересный момент если хозяин первого в четвертом ретро градин то человек может уехать с родины или вернуться на родину но в зависимости от того где он сейчас находится хозяин первого дома в пятом безусловно какие события могут здесь произойти рождение детей увеличение дохода периоды счастья периода хорошей кармы ну вот в такой размытой формулировки у каждого свои ценности и это периоды хороших доходов периоды увеличения общения вокруг человека то есть человек получает каких-то интересных знакомых интересное окружение и хозяин первого в пятом показывает любовь человека к развлечениям к шоу к какой-то красивой атрибутики поэтому человек будет больше украшать себя хозяин первого в шестом говорит о периодах недомоганий или болезней также это может быть переезд потому что из шестого планета смотрит на 12 дом ну и плюс не надо расстраиваться потому что хозяин первого в шестом говорит об удаче в работе в ежедневных обязанностях человека это говорит конечно о его трудоголизме о том что для него работа очень важна и в этот период он будет получать хорошие результаты от своих трудов но немножко проседает здоровье хозяин первого в седьмом говорит о приобретении брака если брака до этого не было либо о переменах в браке то есть вы уже тут я думаю поняли насколько важно иметь исходную точку для интерпретации то есть вам не действительно необходима какая-то анкета который должен заполнить клиент либо ваш знакомый или друг чтобы вы понимали о том в какой точке он сейчас находится потому что хозяин первого в седьмом дает перемены в личной жизни значительные перемены не было личной жизни появилась была личная жизнь какой-то новый уровень развития отношений кстати у мужчин часто этот период это положение первого в седьмом говорит о рождении ребенка то есть это выход брачных отношений на новый уровень ну и конечно если там эта планета в падении то тут вариантов нет это ухудшение но еще один 50 нюанс я обещала только один это то что если хозяин первого в падении в седьмом то брак который может заключен быть в этот период он будет крайне спорным может быть достаточно неудачным но еще 51 нюанс хозяин первого в седьмом дает периоды эмиграции в гороскопах которые к этому склонны очень много разных событий может произойти хозяин первого в восьмом доме безусловно мы с вами уже в разных видео на моем канале говорили об этом положении очень много говорили и какие события кратко мы можем здесь указать это перемены какие-то непредсказуемые повороты судьбы это могут быть опасность для здоровья опасность для жизни это может быть какой-то скандал или какой-то стресс и кстати часто в гороскопах людей которые планируют переезд выпадающий на период хозяина первого восьмом говорит о том что после переезда они испытают достаточно большой стресс то есть вот эта адаптация в новом месте для них будет ну очень глобальный очень такой дискомфортный хозяин первого в девятом это безусловно классные комбинации который говорит о хороших качествах человека о том что у него благоприятная карма и в период вот такого положения в период хозяина первого дома в девятом доме будут решаться все застарелые проблемы человека какие-то препятствия будут уходить ему будет очень сильно ввести будет какой-то человек который будет его поддерживать помогать как-то разруливать его проблемы но как конечно ребята пожалуйста не сильно надейтесь именно только на это над своими ручками тоже надо поработать и ножками тоже надо поработать что касается событий это может быть счастье от отца я часто встречаю какие-то подарки от отца какие-то периоды улучшений отношения с ним и так далее ну и конечно если это планета в падении как например случается у скорпионов у них хозяин первого в девятом это не очень хорошо это знак рака знак падения для марса безусловно здесь может быть потеря отца периоды его жесткого жестокого отношения либо периоды каких-то конфликтов с авторитетными для вас людьми это учителя наставники духовные лица авторитетные какие-то для вас фигуры ну еще один нюанс хозяин первого в девятом часто дает пересмотр философии жизни например верили вы в ведические лекции наступил хозяин первого в девятом его вимшоттере период и все поменялось вы теперь верите во что-то другое дальше хозяин первого в десятом это одна из очень классных комбинаций который говорит об успехе человека в карьере а его подъеме в карьере на этот период ну и здесь мы ожидаем только хорошие результаты плюс брак человека ну или личной жизни если брак пока нет тоже сильно выигрывает в такой период улучшаются отношения происходят приятные события партнер становится более успешным и так далее хозяин первого в одиннадцатом доме тоже одна из классных комбинаций говорит о достижениях человека новом уровне на его продвинутости об исполнении его желаний могут быть куплены крупные вещи крупная собственность то есть то вот чем озабочен человек куда лежит его душа что он давно хотел обычно имеет тенденцию сбываться ну и плюс хозяин первого в одиннадцатом дает искусность в открытии новых источников дохода поэтому человек может заняться предпринимательством либо к основной работе брать какую-то творческую вторую работу в будет второй источник дохода и так далее и хозяин первого в двенадцатом последнее на сегодня положение какие события это может дать это может привести к изменениям здоровья переезд изоляция как сейчас у нас у всех например и это может быть проработка внутреннего одиночества не обязательно что все куда-то исчезнут погибнут переедут на другую планету но кто-то может быть из друзей будет больше работать и не будет встречаться с этим человеком супруг например будет вынужден много проводить времени в командировках дети там в своей учебе ну в общем так происходит что человек остается один на один с собой и задача его в этот момент стать себе самому интересным раскрыть внутри себя вот какие-то глубины развить себя поэтому не пропустите такой период я надеюсь в двенадцатом доме у вас есть какая-нибудь более-менее благоприятная планета ну и сильно не пугайтесь если там конечно хозяин первого дома хотя он дает недомогание но это у нас в книге будет очень хорошо отражено какие факторы ухудшают здоровье какие улучшают и безусловно там будет показан весь комплексный подход если у вас просто одна какая-то черта например хозяин первого в двенадцатом не пугайтесь нужно еще четыре пять каких-то факторов для того чтобы действительно произошло что-то большое поэтому хозяин первого в двенадцатом но это может быть я не знаю атид это может быть какая-то проблема буквально на несколько дней я вас приглашаю на курсы в свою школу внизу под этим видео будут все ссылки и в августе жду вас на курсе медицинской астрологии но если вы смотрите это видео позже то наверняка на сайте она уже доступна к просмотру и последнее что я хочу сказать на самом деле на моем канале очень много людей которые на меня не подписаны но регулярно смотрят мои ролики я буду рада что если вы подпишетесь и конечно увидимся с вами в следующих видео всем пока пока а